Музыка Специально для тех, кто сомневался в наличии сада. Правда, я снимаю уже за воротами. Солнце, и, наверное, не видно, я там дом приближаю, свой бывший. Так как в нашем городе очень много гнилых, подлых, лживых, неадекватных людей, то я сегодня вынуждена идти пешком, а могла бы на велике. Вопрос к залу. Есть сколько процентов неадекватных, злых, подлых, лживых людей, нелюдей в ваших населенных пунктах? Много ли людей считает, что заниматься видеоблогерством, каким-либо творческим хобби, это собственноручно признаться в своей никчемности, сродни биологическому мусору? Как ваши близкие относятся к вашим хобби, творческого плана? Вопрос к тех людей, которые занимаются каким-либо творчеством. В том числе ваше окружение считает ли оно, что стихи, проза, рисунок, музыка, бисеропредение, что угодно, шитье там, крестиком, вышивание и тому подобное, включая видеомонтаж и фотосъемку, это очень плохое действие. Как вы относитесь к тому, что свои проблемы надо освещать, если эти же проблемы могут случиться с кем-то из вашего окружения? Стоит ли об них говорить или молчать тряпочку? Да, тут когда-то была пара деревьев, а еще крутая груша. По ходу дела, это еще год назад перестало быть тут. Ибо, не знаю, как в ваших населенных пунктах, но у нас отслуживающие компании считают своим долгом раскорочить все, что есть, то, к чему они никаким местом не прикасались, чтобы вырастить и тому подобное, вместо того, чтобы где-нибудь подъехать так, чтобы не задеть растительность, и оставить в черно-откроком состоянии. Показываю специально для тех, кто в душе видит у своей только грязь, разруху и нищету. Ибо в моих роликах, думаю, не только моих, они видят именно то же самое. Ну, а еще, возможно, для тех, у кого здесь когда-то был сад. Хотя я не уверена, что у всех в нашем доме был именно здесь сад. Тычка полетела, он так высоко уже, что ее не вижу. Я даже думаю, может быть, этот ролик замонтировать раньше тех, которые живут в очереди аж с 12 или какой-то 15 апреля. А сейчас у нас 26. Нормально ли это, что велосипед обматывается на 6-й день бытия или на 5-й после покупки? Ибо это был 5-й день после покупки. Что вы думаете насчет того, что продавец некачественно закрепил сеть, цепь, точнее, замочек? В чем признаются и считают, что предварительная сборка за 500 рублей, которая изначально называлась как сборка велосипеда для последующей юзабельности, без всяких проблем, в том числе тех, которые у меня случились. Это нормально. Как вы думаете, когда-нибудь в России будут соблюдаться законы хотя бы на 75%? И существуют ли честные продавцы? В процентной ставке где-то 85 к 100. Или это непозволительная русская для России? Хотя плюс. Я вот бы не собралась пешком тут пройти специально. Да еще с камерой. Вопрос в том, попадется ли мне сейчас один из соседей новых еще на тот момент, когда я была в той предыдущей своей квартире, с вопросом, какого хрена я тут забыла. А то, когда я проверяла год назад почту, на момент подтверждения из Парижа с гугля своего бытия, дабы возобновить монетизацию после того, как Эйр меня в наглую подставил и кинул, то мне один товарищ попался и выносил мозги, какого хрена я тут забыла вообще у дома. Ну, видимо, если вы переехали из одного места назначения в другое место назначения бытия, кстати, впервые вижу такие молодые росточки, то вообще не имеете права даже рядом проходить. Это просто на тему феерических людей в угличе. Знаете, вот была в Ярославле, когда еще впервые я там в кулек ездила, училась, поступала. Там до хрена и много фриков, и отношения к ним нормальные. Здесь, если ты хоть чем-то встречаешься, в том числе, если ты занимаешься творчеством, то ты просто черти кто в понимании людей. Ну, наверное, допустить всякие феерической тупи содержания посты вконтакте и в других социальных сетях, это охренеть как круто. Мыслить самостоятельно, это ужас. Просто сейчас пройду. Давно хотела тут пройти. Очень давно тут не было. Несмотря на то, что жаба рядом. Тут кролик. И маленький сад одного из моих бывших соседей. Несоответствующий запах. Накадца дверь в этот прудик с другой стороны. Когда год назад я выносила остатки мусора, сжигаемого в сад, через ту дорогу, сокращая путь, то в нашей... Ну, в принципе, все еще, наверное, числится за дедушкой, который там умер в сарайке в одной из жила. Какая там, Адам, обиходов очень интересно. Первый раз я думала, что у меня глюки, второй раз я поняла, что там живет человек. Мы сегодня с приятелем в Телеграм обсуждали мою проблему и вообще вот эту проблему России. Так вот, видимо, все-таки проблема не власти, а в самом народе. Я не могу повсть ее человека! Когда котелет, я не могу повышать, когда котелет, я, я, что-то Etel это и всё С Потап оч朝. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...